Пятая волна пандемии и Владимирский бизнес. Дети вынуждены ходить в садик по убитым пешеходным дорожкам. И все больше школьников уходят на удаленку. Здравствуйте, это новости на шестом канале в студии Григорий Кошкин. Число регионов России, где обнаружили омикрон-штамм коронавируса, выросло за сутки с 68 до 72. Во Владимирскую область он тоже пришел. Полмесяца назад департамент здравоохранения сообщил о чуть более 20 заболевших. С тех пор никаких пресс-релизов о том, что именно у нас с омикронщиками, чиновники не предлагали. Была информация, что у нас в области даже нет лаборатории, где бы подтверждали именно штамм омикрона. А теперь посмотрим на цифры заболеваемости за последние сутки. Во Владимирской области за сутки выявлено 396 зараженных коронавирусом. Регион снова на пике заболеваемости. Столько зараженных за сутки не было за все два года пандемии. По сравнению с вчерашним показателем, суточный прирост 26 человек. Из этих 396 госпитализировано 135. Всего лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в нашем регионе теперь 87 065. В лидерах по приросту второй день не Владимир. В городе Гусь-Хрустальный суточное количество заболевших 75, и это первое место антирейтинга. На втором месте Владимир – 70 заболевших. На третьем месте Кольчугина – 60 новых заболевших. Летальных исходов 5 на 2 меньше, чем накануне. Общее количество погибших от новой заразы – уже 3065. И число выздоровевших всего на 10 человек превышает число заболевших. 406 против 396. Всего победивших коронавирус в нашем регионе теперь 79 751. Как пятая волна пандемии отразится на работе общепита, торговых центров и развлекательных заведений. Ведь чуть что чиновники в первую очередь распространяют свои запреты на предпринимателей именно этой сферы. На этот раз Белый дом поставил бизнес перед выбором – QR-коды или ограничения по числу посетителей. Изменения в антиковидный указ губернатора связаны с ростом заболеваемости коронавирусом. Общепиту, которому перед новогодними праздниками разрешили принимать посетителей всю ночь, возвращают запрет на работу с часу ночи до 6 утра. Впрочем, если кафе и рестораны по ночам согласны кормить гостей только с QR-кодами, работать можно и всю ночь. Но без дискотек и развлекательных программ. Ночные клубы, дискотеки, боулинги с часа ночи до 6 утра не могут работать при любых условиях. Днем и вечером мероприятия не запрещены. Но в сфере общепита и досуга дали выбрать – работать с 50% заполняемостью или пускать посетителей с QR-кодами, справками, ПЦР-тестами. Это же правило распространяется на организации спорта и культуры. Половинная заполняемость и свободный вход или полная заполняемость, но вход по QR-кодам. И устроителям мероприятий следует помнить, что больше 500 человек разрешено приглашать только в учреждения культуры, образования и спорта. Еще две школы во Владимире перевели на дистанционный формат обучения. Это сделано из-за увеличения числа заболевших по требованиям регионального Роспотребнадзора. 25-я и 13-я школы полностью перешли на дистанционное обучение. Всего на сегодняшний день по требованиям Роспотребнадзора из 50 общеобразовательных школ дистанционно учатся 4. Ранее стало известно, что 6-я и 36-я перешли на дистант. Такое решение принято, чтобы избежать распространения острых респираторных инфекций и ковида. При этом Роспотребнадзор настоятельно рекомендует переводить на недельный дистант весь класс, даже если ковид диагностирован только у одного ученика. Всего с учетом школ, которые полностью перевели на дистанционку, во Владимире на удаленке сейчас 310 классов. Болеют школьники преимущественно ОРВИ, заявляют в мэрии. Не секрет, что дистанционный формат обучения – испытание для педагогов, собих учеников и их родителей. Ведь в отличие от традиционного обучения, что и как делает школьник дома, проконтролировать довольно сложно. Родители на работе, а не все бабушки и дедушки, способны помочь ребенку с обучением. Однако городская администрация написала оптимистичный пресс-релиз, в котором уверяют, что перейти на дистанционный формат обучения при необходимости без проблем смогут все общеобразовательные учреждения города. Сегодня все образовательные учреждения под ведомственной администрацией города Владимира при необходимости могут без задержек перестроить работу на дистанционный формат. А онлайн-коммуникации с учащимися и родителями стали обычным делом. В школах города сформирована методическая база и выбраны оптимальные платформы для обучения. Уроки проводятся с использованием конференц-связи, мессенджеров, социальных сетей и почтовых сервисов. В процессе обучения используются электронные дневники, готовые уроки и видеоматериалы по различным предметам. Страшная трагедия в Вязниках. На пожаре погибли два маленьких ребенка. Еще два были госпитализированы. Пожар произошел в ночь на 23 января в одном из домов на улице Калинина. Двое маленьких детей погибли на пожаре в Вязниках. Как сообщили в МЧС области, вызов в пожарную охрану поступил в 0,40. На втором этаже старого дома на улице Калинина загорелась квартира. Площадь возгорания 50 квадратных метров. Тушили пожар 15 спасателей и 6 спецмашин. О других подробностях происшествия в тревожном ведомстве не сообщают. Как пишут местные жители в соцсетях, на пожаре погибли дети 3 и 4 лет. Их мамы и две другие дочки были госпитализированы в больницу. Добиваются благоустройства тротуара к детскому саду. Родители и воспитатели детей детсада номер 44 во Владимире недовольны состоянием пешеходной дорожки поблизости. Зимой налить, летом грязь и лужи. Сам тротуар проложен прямо под ветхими балконами, как говорят люди. Что по этому поводу думают эксперты и готовы ли в мэрии заняться проблемами людей? Смотрите в материале Алексея Домнина. В детский сад с риском для здоровья. Воспитатели детсада номер 44 и родители детей недовольны состоянием тротуара на улице Новоемская. Летом здесь ямы, колдобины грязь и огромные лужи. А зимой вместо тропинки гололед, жалуются люди. Трактора не прочищают. Вот такая узкая дорожка, вот такие наледи глыбы, вот такие вот подъемы. Тоже вот такая дорожка идешь неровная. Очень неудобно. Сама пешеходная тропинка проходит прямо под этими балконами домов номер 32, 30 и 28 по Новоемской. С них постоянно свисают сосульки, говорят местные. Правда, ко дню приезда нашей съемочной группы их, видимо, уже сбили. Но больше всего людей волнует состояние балконов. Люди опасаются, что они могут рухнуть им на головы. Среди недовольных Артем Сыров. В этом районе он живет около 10 лет. У него трое детей. Младший как раз ходит в детский садик поблизости. Артем говорит, эта дорога в детский садик опасна для здоровья. Здесь и балкон находится в состоянии, в таком удручающем. И наледь такая, что не то что ребенка, тут взрослого просто насмерть убьет. Вот поэтому, ну, все до случая. Местные жители и воспитатели обращались к чиновникам, чтобы сделать дорожку безопаснее. Но их жалобы остались неуслышанными, говорит Ирина Новикова. Местные жители вот из этого дома обращались, но пока не решено. Ну, я вот знаю, что руководитель детского садика обращался в администрацию с этим вопросом, но вопрос до сих пор не решен. Для начала наш телеканал решил узнать, готовы ли управляющие компанией домов на Новоемской заняться свисающими над этой тропинкой балконами. Домом под номером 32 управляет МУП города Владимира ГУК. Ее директор пообещал съездить на место, оценить состояние балконов и, в случае необходимости, сделать ремонт. Сходим туда, ну вот посмотрим сегодня, ну вот, если там они нуждаются действительно в ремонте, ну вот, то, конечно, это даже не обсуждаемо. Мы его обследуем, вот если вы нам, как бы сейчас сказали, следуем пристально, посмотрим. Соседними же домами под номерами 30 и 28 управляет компания ЖРЭП номер 8. Но ее представитель, видимо, решил с нами не общаться и просто бросил трубку. Операт, Ольга, здравствуйте. Здравствуйте, я понимаю, коллеги компания ООО ЖРЭП номер 8. Клиентский центр компании. Нас интересует состояние балконов по этим домам, люди, которые вот ходят по дорожке. В то же время эксперты говорят, если люди недовольны работой управляющей компанией, то они могут обратиться в надзорные органы. Например, в госжилинспекции смогут помочь управляющим компаниям чаще сбивать сосульки, а также отремонтировать балконы. Если балкон находится в аварийном состоянии, угрожает жизни и безопасность здоровья людей, соответственно, заявление в государственную жилищную инспекцию, либо в прокуратуру. Прокуратура выдает представление, инспекция госжилонадзора выдает представление в адрес управляющих компаний, отремонтировать эти балконы. Готовы ли в мэрии решить проблему людей, обезопасить и благоустроить дорожку? Чиновники не смогли нам ответить оперативно. Мы проследим за развитием этой истории. Алексей Домнин, Рустам Павлухин, 6 канал. Ни слова про уборку снега во Владимире. На 23-м заседании Горсовета народные избранники обсуждали другие вопросы. Следить за их работой все желающие могли в режиме видеотрансляции. Подробности заседания в нашем следующем сюжете. Хромающую уборку города от снега на Горсовете не обсудили. В повестке эта тема тоже заявлена не была. Напомним, на заседании Комитета по жизнеобеспечению неделю назад депутаты раскритиковали качество зимней уборки Владимира. И даже создали рабочую группу по решению проблем. Удивительно, что эта тема не всплыла на самом Горсовете. Из-за коронавирусных ограничений заседания проводятся в режиме видеотрансляции. Следить за ними могут все желающие. Из тех вопросов, что обсудили депутаты, ряд бюджетных. В том числе по возврату неосвоенных средств. Так, например, управлению архитектурой и строительством в январе пришлось возвращать в областной бюджет остатки субсидий прошлого года. Это 5 миллионов 320 тысяч рублей, которые необходимы были для оплаты работ по проектированию парка УДТЮ. История с парком у Дворца детского и юношеского творчества вышла курьезная. Как выяснилось, возвращать средства в областной бюджет приходится из-за колокольчика. Речь о краснокнижном растении. Оно растет на территории садов УДТЮ. Так что экспертиза завернула проект парка. А властям придется решить вопрос с переносом краснокнижного колокольчика в другое место. В комитете нам были представлены причины, почему деньги не были вовремя освоены. Это было связано с краснокнижными растениями и так далее. Вопросов никаких не возникло. Более того, эти деньги планируются к обратному вступлению в этом году в бюджет города. Поэтому комитет рекомендует совету принять данное решение. По муниципальной программе строительные и монтажные работы выполняют в двух детских садах. Контракты продлили до апреля. И для цели завершения строительства нам необходима доля софинансирования по каждому детскому саду. По саду на Тихонравово в размере 4 млн 677 тысяч рублей. А по детскому саду в коммунаре 2 млн 587 тысяч рублей. Эти деньги планируют взять из остатков денег на бюджетном счете. Депутаты решение поддержали. В финале заседания народные избранники выбрали председателя контрольно-счетной палаты города Владимира. Сюрприза не произошло. На пять лет им снова стал Николай Русаков. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Еще больше новостей ищите на нашем сайте 6tv.ru. Если у вас есть интересная информация или поводы для встречи с нашими корреспондентами, звоните 36 66 66. Мы обязательно вам поможем. А сразу после выпуска новостей смотрите проект «Звездная кухня». В гостях актер сериала «Универ» Максим Артамонов. А я, Григорий Кошкин, прощаюсь с вами. Не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова